Поздравляем его с этим достижением, а мы, собственно, перейдем к следующему противостоянию. Вообще, турнир ВФ Селекшн 14-й запомнился большим количеством боев. Запланировано целых 25 противостояний. На ваших экранах седьмая пара этого турнира. Боец в синем углу. Весовая категория 57 килограмм. Рост 163 сантиметра. Двухкратный чемпион Азии по грэплингу. Чемпион Грегоцкой Республики по грэплингу. Кандидат мастера спорта по тайскому боксу. Профессиональный рекорд. Три победы. Одно поражение и ноль ничьи. Команда Шумхар. Тренер Елена Шевченко, Орунбаев, Бек Назар. Чуйчка область. Сила Шупоков. Встречаем. Каримбайу Бекния. Его соперник. Весовая категория 57 килограмм. Рост 163 сантиметра. Таджикская Республика. Город Ходжант. Встречаем. Чемпион Республики Таджикистана по ММА 2017. Призер чемпионата Республики Таджикистан по грэплингу. Профессиональный рекорд. Две победы. Одно поражение и ноль ничьи. Клуб Сокфайтер. Тренер Додобаев Бубур. Встречаем Ширалиев Бекит Бургут Алиев. Ширалиев Бекит Бургут Алиев. Похоже, что-то в таком годухе сейчас произнес Кайрат Масаев. Ну и, в общем-то, очередная международная пара. У нас боец из Шапохова. Каримбайу Бекния. Очень перспективный парень. Чемпион Азии. Кандидатность Раскорта. Собственно, против не менее теклованного Таджика. Чемпиона Республики Таджикистан. Бойцы идентичны по своим показателям. 163 сантиметра рост. И в плане боевого опыта, тоже из Ширалиев Бекит, давайте его так называть, всего лишь на 1-2 меньше провел. Здесь неплохой локик от Бекнияза. Вообще, Каримбайу Лу, наверное, если победит в этом противостоянии, то мы сможем наблюдать за ним уже на турнирах ProFight уровня. Отличный хайкик. Пока гоняет своего оппонента. Из угла в угол. Но Ширалиев держится. Держится очень серьезно. Мы видим какая-то концентрация невероятная в его взгляде. Сумел захватить ногу, но в итоге разошлись. В итоге все-таки разошлись. Ну и Каримбайу Лу, конечно, чувствует поддержку родных в трибун. И родные стены, как говорится, дома помогают. Здесь все за него в этом смысле. Поэтому такая визуальная, моральная... Моральное преимущество именно за Бекнияза. Ну а как в этой ситуации? В принципе, повязал своего оппонента. Ширалиев насел сверху, но ничего не может поделать. И сейчас поймал даже за руку. Но нет, вырывается адзийский боец. Мы видим, что он также очень хороший именно в грепплинге. Размен пошел стопами. И кто? Кто же настоит на своем? Попытка вырваться. Очень и очень настырный боец из Таджикистана. Каримбайу Лу, тем не менее, захватывает преимущество после этой ситуации. Оказался сверху. Что дальше? Сейчас могла случиться ошибка, но... Но все-таки бойцы расходятся. Половина раунда уже прошла. Чуть больше. И как мы видим, уже при искусственном освещении дерутся бойцы. Ну, нисколечко-то, конечно, не создает неудобств. Тем не менее, наблюдать за всем этим невероятно интересно. Хороший выпад. Лоу-кик и вновь попытка бокового. Не попал дважды Бекнияс. Здесь же контратака от адыгского бойца. Ну, неплохо, неплохо Широлиев Бекит. Не будем принижать его достоинства. Вот здесь получил. Получил с двоечки-то. Но вовремя пришел в себя. Да. Все-таки чувствуется, что мастерство у нашего киргизского спортсмена, куда более, у Широлиева Бекита, чемпион Азии есть. Чемпион Азии, с этим ничего не поделаешь. В очередной раз роняет на настил. И сейчас в такой позиции, с которой можно буквально добивать. Внимательно следить за всем рейфери. Вот с этой камерой нами. Было видно. Фактически. Ну, что в итоге? Мы видим, что Широлиев Бекит последние 10 секунд просвечали. И похоже, что в первом раунде победителя не выявил. Довольно интересно. Очень интересно. Каримбаев Лубик Ниас на протяжении всего первого раунда владел преимуществом. Я думаю, об этом можно говорить. Открыто. Нужно ему сейчас немножко отдохнуть. Отожди секунданты. Лубик Ниас имеет опыт на профессиональном ринге. Три победы у него, одно поражение. И наверняка сегодня хотел бы добавить какую-то победу. Очень старался. Весь первый раунд. Я думаю, прошел под его активностью. Но он таджикский боец. Тоже не злых ошибок, как говорится. Ну и заканчивается у нас перерыв. И, собственно, пойдут бойцы противостоять друг другу во втором раунде. Поддержим, поддержим аплодисментами, бойцы. Да, и несмотря на то, что действительно уже не просто вечер, уже такая себе ночь. И несмотря на погодные условия, уже очень много любителей смешных единоборств сейчас в Акжаре собрались для того, чтобы не пропустить ничего интересного. Напомню, 25 боев заявлено на этот вечер. Заранее ведущий мероприятие Харят Мусаев объявляет следующую пару. Чтобы были готовы, чтобы без задержек. Пока без особых активностей во втором раунде. Вот здесь немножко включается Ширалиев. Почувствовал, что можно-можно противостоять Бекниазу. Аккуратничают оба через Чурмика. Рефери должен немножечко подогнать как-то оппонентов. Пошел размен. Рекид работает двоечками. Здесь пропустил. Хороший выпад от Керимбаева. Лоу-кик и погоня. Удар в затылок. И вот здесь нужно протереть. Вы помните, друзья, как перед этим боем вышел специально человек из персонала, который протер. И едва не подскользнулся в том углу. Бекниаз. Это все могло сказаться, конечно. Не дай бог, здесь ненароком упасть. Сразу же оппонент на тебе. Никто не обязан следовать фейерплей. Мы видим, что Ширалиев Бекниаз почувствовал свою силу. Раз за разом именно он идет в атаку. Но здесь скорее Бекниаз хочет захватить инициативу вторым номером. Неплохо. После выпада в ноги вышел на ударную позицию. И сейчас нужно своего оппонента добивать. Наши Ралиев очень настольен. Болельщикам бой нравится. Улыбающие лица. Да, здесь рефери решает развести бойцов. Все-таки не затягивать время. Пускай показывают свой максимум. Минута 40 до конца второго раунда. Еще немного. И это будет самый затяжной бой на данный момент этого вечера. Неплохая подсечка. Каримбаулу над своим оппонентом пошел работать по корпусу, по голове. И рефери не останавливает, мне кажется. Здесь уже все. Да. Да, браво. Браво Каримбаулу. Бекнияс. Поздравляем его с этой победой. Четвертый выигрыш его карьере. И всего одно поражение. Чемпион Азии. Трибуны скандируют. Молодец, молодец. Президент Федерации тайского букса. Елена Шевченко. Буду ваши аплодисменты. Ну и после небольшой паузы мы услышим объявление победителя. Официально. Очень устали оба. И сейчас приходится затрачивать очень много времени. Во втором раунде за 3 минуты 43 секунды техническим нокаутом победа держал... Каримбайулу Бекнияс. Каримбайулу Бекнияс. Вот так закончилось у нас противостояние под номером 7 в этом выпуске. Вперед.